Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре у нас 19 сентября. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор проектов ПРИАН, проектов по зарубежной недвижимости, о недвижимости по всему миру. Мы начинаем наш очередной вебинар. Сегодня он будет посвящен Объединенным Арабским Эмиратам. Мы в широком смысле поговорим о рынке, о тех возможностях, тех плюсах, тех минусах, тех проблемах и, опять-таки, еще раз повторю это слово, тех возможностях, которые предоставляет сейчас рынок Объединенных Арабских Эмиратов. И я с удовольствием представляю нашего эксперта. Это эксперт-представитель компании Just Prime Homes Константин Казмирчук. Константин, здравствуйте! Здравствуйте, Филипп! Спасибо за приглашение. Говорить сегодня мы будем в нескольких ипостасях о рынках Объединенных Арабских Эмиратов. Я традиционно напоминаю, что у нас работает чат. Вы можете в этом чате задавать вопросы. Более того, я призываю задавать вопросы, потому что у нас дискуссия сегодня ожидается довольно напряженная и интересная. По крайней мере, когда мы с Константином обсуждали рынок Объединенных Арабских Эмиратов, не во всем сошлись. И как раз сегодня это, очевидно, вылезет на поверхность. Но давайте для начала познакомимся. Константин, если можно, несколько слов тогда о вас и о компании Just Prime Homes, о вашем месте на рынке недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Ну, пару слов обо мне. Я занимаюсь недвижимостью всю сознательную жизнь, являюсь ведущим брокером компании Just Prime Emirates, Just Prime Homes. Это одно из направлений группы компаний, которые истоками уходят в 30-летний опыт работы в сфере оказания юридических услуг по всему миру. И компания Just Prime Homes занимается продажами зарубежной недвижимости по разным сторонам мира. И вот я, в частности, занимаюсь Объединенным Арабским Эмиратом. Несколько слов о вашей компании, поскольку мы этого момента тоже коснемся. Часто употребляется вот это словосочетание «лицензированное агентство». Что это значит и что это дает, вот, лицензированное? В чем смысл этого, опять-таки, в применении к Объединенным Арабским Эмиратам? Ну, хороший вопрос. Получается, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть законодательство в отношении деятельности строительных компаний и компаний, которые продают недвижимость, то есть агентство недвижимости. И, то есть, есть, условно, некоторые люди, которые могут тебя позиционировать продавцами недвижимости Объединенных Арабских Эмиратах, но при этом они работают не в правовом поле Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и компания, которая имеет trade license, то есть торговую лицензию и здесь представлены официально, если совсем коротко. Также наши брокеры, я в частности, вот также имею лицензию уже, лицензию Rara, если хотите, расскажу подробнее. Давайте просто в двух словах, чтобы было понятно, что вы имеете право делать того, что не имеет права делать человек без такой лицензии и в чем для меня, как для вашего потенциального клиента, польза от того, что у вас такая лицензия есть? Прежде всего, я как человек, который обладает лицензией Rara, соблюдаю кодекс чести, назовем его так, брокера, профессионального брокера Объединенных Арабских Эмиратов, то есть я обязан раскрывать вам всю имеющуюся информацию о законах, о правовых аспектах и раскрывать вам все нюансы по той сделке, которая у нас предстоит. То есть мы можем заниматься первичкой, вторичкой, арендой, у нас много компетенции и занимаемся этими вопросами так, что мы работаем в этом правом поле и несем ответственность за нашу работу перед законом. Это если совсем коротко. Я как брокер прошел обязательное обучение в Rara, Real Estate Regulation Agency. Это организация, которая занимается регулированием деятельности агентственной движимости, и я получил соответствующую лицензию, то есть имея полное право заниматься этим видом деятельности. И обучение, оно состоит из множества блоков. Это и юридические аспекты, и знание рынка, знание районов, ну то есть много требований нужно соблюсти, чтобы получить эту лицензию, в том числе, как, например, справку о несудимости. Поэтому требований очень много, это достаточно интересно, и для вас, как для клиента, это дает понимание, что вы работаете с экспертом, который обязан вам дать всю информацию, как она есть, и раскрыть всю информацию, и при этом максимально качественно провести сделку. Каким-то образом эта лицензия в дальнейшем подтверждается ли она пожизненная? Последний вопрос. Нет, она обновляется, то есть есть правило обновления, она для некоторых, кто получает ее впервые, она обновляется раз в год, потом она обновляется реже, ну, конечно, то есть экзамен сдается раз в год, потому что меняются требования, естественно, это каждый раз подтверждается. Окей. Ну, перед тем, как уже, наконец, перейти к, собственно, главной теме нашего сегодняшнего мероприятия, я попрошу в чате опубликовать контакты и Константина, и компании Just Prime Home, точнее, подразделения компаний, которые занимаются Объединенными Арабскими Эмиратами. Еще раз призываю задавать вопросы, но я думаю, что после того, как мы дискуссию начнем, вопросы действительно появятся. Я напомню вот тему, которая с нами была заявлена, она такая довольно грозная, да, внимание вас обманывают, давайте сразу попробуем так сакцентировать внимание, о каком обмане мы в данном случае говорим, да, потому что обман бывает очень разный, и способов обмана бывает много, на рынке недвижимости тем более. В последние, ну, не знаю, там, несколько лет рынок Арабских Эмиратов, давайте уж откровенно, за счет своего такого роста, за счет своей динамики, давал возможность, скажем так, чтобы ожидания не совпадали с действительностью, да, то есть, как бы обманываться рады были многие. Что вы имеете в виду, и о каком обмане, с каким обманом лично вы сталкиваетесь, о чем мы начнем сегодня говорить? Ну, хотелось бы начать действительно с того, что бывают разные типы обманов, скажем так, сознательные и несознательные. И чаще все-таки мы, как эксперты, сталкиваемся с так называемым несознательным обманом на рынке, когда просто люди недостаточно хорошо знают рынок и недостаточно хорошо знают продукт, который предлагают своим клиентам. И это чаще всего и происходит, потому что здесь бывают, конечно, и более такие серьезные методы обмана клиентов, но чаще все-таки это вот на уровне того, что я думаю, что эта квартира вырастет в цене, ну, просто потому что я так думаю, потому что я классный. То есть, и на самом деле это не соответствует действительности, и человек, как бы вроде, может быть, и не хотел бы обманывать, он может просто искренне сам не знает, что будет с этой недвижимостью, то есть примерно даже не знает, что от нее ожидать. То есть его, возможно, там два дня получили, и при этом он считает себя экспертом. Поэтому неосознанный обман, это самый популярный, если так совсем. Ну, вот вы сказали такой довольно болезненный вопрос, а что будет? Но при всем уважении никто не знает на 100% что будет, и как, ну, по крайней мере, на стадии принятия решения можно избежать этого обмана, или, по крайней мере, минимизировать его риски? Как бы вы для себя это видели? Что вы делаете, чтобы этого обмана можно было избежать? Я сам не претендую на роль Ванги, я, конечно, сам не знаю, что будет, но просто есть способы оценки той или иной недвижимости, есть способы прогнозирования, что будет с тем или иным проектом в плане роста цен, в плане стоимости аренды и окупаемости. И все это подсчитывается профессионалам и дается достаточно точный прогноз. Ну, скажем так, те прогнозы, которые я давал своим клиентам, они очень редко не сбывались или сбывались с небольшими погрешностями. То есть можно достаточно точно прогнозировать и рост цен, и падение цен по тому или иному объекту, естественно, исключая какие-то форс-мажорные обстоятельства. Я говорю скорее о том, что человек, например, может обмануть неосознанно таким образом, что дать ожидание роста цены в два раза, и при этом это либо он знает, что этого роста в два раза цены не будет, но он очень хочет предложить клиенту вот эту сладкую, как можно сказать, пообещать молочные реки, кисельные берега, и таким образом клиент может поверить, потому что все мы хотим верить в хорошее. Но на самом деле рынок Огненных Арабских Эмиратов достаточно сложный, и в нем действительно нужно разбираться, чтобы давать тот или иной прогноз. Насчет прогноза. Вот вы говорите то, что никто не знает, что будет. Тем не менее, те статистические данные, которыми мы владеем, они позволяют нам опереться на определенные факты, которые позволяют нам уже более-менее точно прогнозировать. И вторая часть вашего вопроса, напомните, Филипп. Ну, собственно, вот я как раз, давайте тогда немножко, вы по сути, в значительной степени на него ответили, я просто хотел тогда уточнить. Что вы имитируете? Хорошо, вот эти факты, это что? Вот на что вы опираетесь, давая прогноз, и на что, как это можно увидеть вживую? Это многофакторный вопрос, конечно же. Но, смотрите, один из важнейших факторов оценки рынка недвижимости – это отслеживание транзакций. И как, ну, по моей практике, я скажу, мало кто занимается именно этим, этой важнейшей работой. То есть у нас есть доступ, как у лицензированных брокеров, ко всем транзакциям по рынку недвижимости, которые проходят здесь, в Дубае в частности. И мы можем отследить, что было с той или иной квартирой, по какой цене она покупалась в свое время, по какой цене она сейчас продается или сдается в аренду. И мы, давая прогноз, мы, конечно же, не просто смотрим на то, что было, потому что все-таки данная статистика, она показывает прошлое, настоящее, но не будущее. Но мы можем, как эксперты, которые живут рынком недвижимости, которые прекрасно понимают, что можно ожидать от того или иного проекта, потому что мы сравниваем вот demand drivers, да, то есть драйвера роста, которые повлекли на рост цены того или иного объекта, оцениваем эти драйвера роста и можем примерно понимать, какая локация наиболее перспективна, какие там есть драйверы спроса, драйверы роста и давать прогноз. Вот здесь как раз слайд, да? Да, давайте я как раз хотел бы обратить внимание, для вообще понимания, расскажите ему в двух словах, что это, это слайд, откуда, что он показывает и на что здесь можно обратить внимание. Если я правильно посмотрел, capital appreciation, это рост реальной цены объекта, правильно? Да, реальная цена объекта. И вот что показывает как раз этот слайд, что мы можем, как я говорю, любой объект открыть, посмотреть, что с ним было и посмотреть, за какую цену квартира уходит и за сколько они изначально продавались. Вот мы можем в каждую транзакцию провалиться, увидеть, вот видите, вот, например, resale two times, то есть два раза было перепродано. Первый раз была перепродана от, продана от девелопера, от застройщика клиенту, и потом второй раз она уже была продана от собственника, который купил у застройщика. Она была перепродана от девелопера и тоже инвесторов. Просто хотел бы уточнить сразу, это что? Это вот и есть та знаменитая полузакрытая база, в том смысле, что для вас, как для лицензионной компании, она открыта, но, как бы, любой пользователь, любой человек посмотреть ее так не может. Да, то есть, вот, и это база, которую ведете не вы, это база, которая показывает... С Dubai Land Department, конечно. Это и есть вот тот знаменитый, знаменитый дубайский аналитик. Ну, это действительно аналитика. Мы можем таким образом посмотреть, какие проекты, сколько дали прирост стоимости. Мы можем посмотреть, когда какие транзакции. И самое главное, вот если следующий слайд открыть, мы можем видеть, за сколько эта квартира, например, ну, вот на этом слайде не видно, за сколько она сдается, например, в аренду, на следующий будет видно. То есть, еще следующий. Вот этот пример. Мы видим, например, сколько эта квартира приносила в аренду, то есть last rental amount, да, то есть это стоимость аренды ее. И даже автоматически подсчитывается доходность. При этом, конечно, здесь не учитывается расходная часть, потому что она все равно присутствует, даже в отсутствии налогов есть некоторая расходная часть. Это service charge, но мы не будем в это углубляться пока что. Если интересно, расскажу потом подробнее. И, имея эту аналитику под рукой, мы можем показать клиенту, что в цене растет, что в цене не растет. Вот этот проект, вот, например, он, ну, когда меня попросили привести конкретные примеры, я привел конкретный пример, вот, как можно клиента обмануть. Осознанно, неосознанно. Там застройщик предложил какие-то хорошие условия для брокеров, и брокеры их с удовольствием рекомендуют, обещая огромные прибыли для клиентов. А по факту мы видим то, что, вот, если вернуться к этому слайду, то мы видим, что прирост стоимости может составлять 14%, 2%. Следующий слайд показан за какой период. И поэтому, вот, условно, в 2017 году была продана квартира за 1 270 000, а потом за 1 450 000 она была перепродана в 2024 году. И не называя конкретные моменты, просто я вот сейчас смотрю, два слайда. Вот здесь слайд, ну, есть, конечно, там, 46%, но есть вообще 98 и 124. То есть, когда говорят про рост в два раза за относительно небольшой срок, это не миф, и вот официальная статистика об этом подтверждает. Вот такой объект есть. Конечно, конечно, это не миф, это не единичный пример, это важно отметить. Это даже не самый лучший пример. Я не стал глубоко взрываться, чтобы приносить, там, показывать, там, десятки, сотни примеров. И они... Я, простите, вот я вижу 2%. Ну, может быть, с одной стороны, не касаясь конкретных случаев, а может быть и касаясь задним числом. Конечно, все мы умны, но, тем не менее, что заранее могло показать, что вот здесь будет 2, а там будет 124? Все-таки, при том, что и тот, и другой объект в одной локации, в одном месте, все-таки разница слишком велика. Во-первых, это разные локации, но вопрос очень грамотный. Значит, что может показать? Это многофакторный вопрос. И когда меня спрашивают, что-то в этом роде, как вы тут задали вопрос, я говорю, что что такое быть брокером по недвижимости, это наука или это искусство, я бы сказал, что это 50 на 50. То есть мы научным образом, опираясь на факты, на знания, на понимание рынка, на какую-то аналитику, мы можем дать достаточно научный прогноз роста стоимости или там стоимости аренды. Но есть и элемент искусства, понимать просто житейским опытом, рабочим опытом, то есть рабочей практикой, что можно ожидать от того или иного застройщика. Вот конкретно пример, что застройщик может нарисовать потрясающие картинки, пообещать определенный срок сдачи, но выполнить эти обещания частично или не выполнить их в той степени, в которую он заявил. То есть, например, в плане оснащения проекта такими какими-то деталями в плане озеленения или качества оснащения кухонной техникой или бытовой техникой. И таким образом мы понимаем, что застройщик, который либо задержался в сроке строительства, либо недостаточно качественный продукт предложил рынку, этот проект, он может не выстрелить и таким образом это может сказаться на его конечной стоимости для перепродажи. Хорошо, ну вот смотрите, давайте тогда перейдем, ну по сути мы уже начали говорить к другой истории обмана, назовем это так. Если мы говорим вообще о застройщиках, их в Объединенных Арабских Эмиратах много, и понятно, определенные риски попасть не на того, они всегда есть. Но в какой степени эти риски прогнозируемы, да, потому что, ну ведь, во-первых, наверняка на рынке ведь сейчас есть очень много новых компаний. Да, сейчас золотое время для застройщиков, они просто, можно сказать, купаются в деньгах, потому что спрос колоссальный, рынок растет огромными темпами. Это, кстати, самый быстрорастущий рынок во всем мире по недвижимости, ну во всяком случае, по данным отчета UBS Global, при самом низком индексе финансового пузыря. Тоже на эту тему есть слайд, если вы... Давайте посмотрим сейчас, это вот... Это вот чуть дальше. Скажите, какой из них? Ну, наоборот, назад, несколько раз назад. И еще раз, и еще раз. Вот это отчет UBS Global, и получается, Дубай, он показывает самый низкий индекс финансового пузыря, ценового пузыря. Если, опять же, хотите, расскажу подробнее, давайте сначала... Давайте чуть позже мы коснемся, сейчас мы начнем с обманных историй, да? Сначала, да, с обманных. Вот получается, что с точки зрения того, что застройщик, он может быть новичком рынка, например, и может не дать тот уровень качества, который заявил изначально, да, мы эти риски всегда учитываем. То есть у меня есть какой-то свой внутренний рейтинг застройщиков, есть, вот знаете, как на бирже бывает, есть акции ААА, есть акции ААА, есть акции ББ, и я примерно так же оцениваю и застройщиков. Есть государственные застройщики, ИМАР, Альдар, они построили мегапроекты колоссального масштаба, мы примерно можем прогнозировать их, даже не примерно, а достаточно точно можем прогнозировать качество их работы с новыми проектами, которые еще не построены. Потому что они до этого построили целый огромный район, ИМАР построил Бурш-Алиф, строят крупнейшие мегапроекты, и поэтому, конечно, мы понимаем, что следующий проект вряд ли будет каким-то плохим в плане качества. Мы таким образом понимаем, что это ААА условно для нас, и мы рекомендуем клиентам, и многие клиенты думают точно так же, и бегут за этими квартирами, стоят за ними в очереди, и сложно вообще что-то купить от застройщика, еще попробуй побороться за эти квартиры. И есть застройщики, которые предлагают, например, ниже цены, они, соответственно, предлагают клиентам больше возможностей для заработка, но при этом, естественно, мы понимаем, что у этого застройщика завершено только 5 домов, а в стадии строительства 9 домов. Мы посмотрели 5 домов, хорошо, но, соответственно, вот уже как бы все равно уровень доверия не такой высокий, как для государственных застройщиков. Ну, смотрите, вы сами сказали, что новых компаний на рынке Эмиратов очень много. Очень много. И понятное дело, что с точки зрения, ну, такой общей надежности, вот вам, как человеку опытному, застройщик с понятной, внятной историей, он, во-первых, более прозрачен, а во-вторых, ну, если это хороший застройщик, он более интересен. А как тогда ваше доверие может заслужить компания, которая ничего еще не построила? И вообще, ну, вот это для меня такой вообще всегда важный вопрос, он, кстати, не только к рынку ОАЭ относится. Ну, хорошо, вот компания пришла, что ей-то делать? Ей-то как сделать так, чтобы Константин Казберчук сказал, ребят, ну, давайте попробуем, и порекомендовал какому-то агенту, покупателю. Клиенту, да. Я могу сказать, я могу действительно порекомендовать такого застройщика, но всегда с припиской, с таким дисклеймером. Внимание, этот застройщик еще на данный момент не имеет достаточно опыта для того, чтобы максимально, я вам его гарантировал, там, его качество работы. Значит, что застройщик может сделать, чтобы завоевать рынок? Он может предложить какие-то очень классные условия, не только по ценам, он может предложить классный продукт, который зарегистрирован, естественно, его проект, он как бы регистрируется в Dubai Land Department, то есть он, по идее, никак не должен обмануть покупателя, но, тем не менее, в деталях может где-то реализовать проект не так, как хотел. Хотя, с точки зрения застройщика, особенно важно выйти на рынок и сразу завоевать репутацию, потому что у него есть, по сути, нового застройщика. Один шанс завоевать тут репутацию, если он ее не завоюет, его вытеснят моментально другие. И важно отметить, застройщик сюда, как правило, не приходит вообще без какого-либо бэкграунда, без какого-либо опыта. Он, возможно, строил в Испании, в Саудовской Аравии, он, возможно, строил в Катаре или еще где-то. И поэтому для меня, как для брокера, для нового застройщика еще важно оценить, чем компания занималась ранее. Например, компания могла 9 лет выполнять здесь подрядные работы, таких гигантов, как Ямар. И вот 2 года вроде бы они там мало домов построили, но у них там 9-летний опыт работы на подряде. Поэтому есть нюансы, которые мы оцениваем. — Смотрите, ну вот вы сами несколько минут назад сказали про ключевой вопрос, который беспокоит, и это тоже, по сути, один из элементов обмана в конечном итоге, обман, связанный с невыполнением сроков. Ну вот мы вернемся к вопросу, Анастасия задала его. Спасибо большое, Анастасия, обязательно к нему и вернемся. Вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Но вообще с другого начиная, вот в какой степени все-таки эта история пальцем в небо, особенно для новичков, когда мы говорим о том, что хорошо, тем более, что меня еще что-то больше изумляет, огромное количество сделок на стадии даже не котлована, вот этот пресейл, когда еще и стройка-то может быть не размещена, и все равно люди берут, 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 берут. Вот, во-первых, как себя здесь можно застраховать, ну и вот продолжение вопроса, Анастасии, штрафные санкции, насколько эта штука реально работает, и насколько это можно как-то вот заранее понять? Ну, насчет того, что, во-первых, каждый застройщик, который реализует офф-плайн, то есть строительные проекты на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Дубая в частности, прежде всего, как мы сейчас говорим о Дубае, это наличие скролл-аккаунта. Ну, кстати, в Шарже они не обязательными являются, это вот такая маленькая поправка, чтобы меня не уличили в неточности. Вот в Дубае это обязательно, и каждый объект из скролл-аккаунта имеет. Поэтому, как бы, клиент защищен. Но насчет именно срывов сроков, еще с пандемийного периода в каждом СПА, то есть договоре купли-продажи, прописаны форс-мажорные обстоятельства. И они подразумевают, что можно сдвинуть сроки, например, на один год, в связи с… и там, внимание, написано в этом договоре, с недопоставкой материалов. И мы всегда тоже все эти моменты стараемся учитывать. Но, опять же, есть застройщики, топовые застройщики, крупные застройщики, которые свои проекты сдают досрочно или в срок, точно в срок. И максимальное качество предлагают клиенту. И мы понимаем, что всегда, как любая инвестиция, какие-то риски есть. Но вот в отношении этих застройщиков они минимальны, эти риски. То есть смогли ответить на вопросы. Ну, более-менее. Но вот, опять же, в продолжении я, кстати, хочу обратить внимание, что в чате коллега Константина, Анна, отвечает тоже на вопросы. Кому удобнее, может, вопросы, может быть, не совсем так в лоб по теме нашего разговора, но имеющие отношение к эмиратам, задавать. Постараемся ответить на все, на те, что не успеем ответить именно в формате диалога. Я думаю, в чате точно ответы будут. Вот Анна уже ответила. Может быть, тоже немножко расширим этот ответ по поводу выплаты штрафов. Насколько это реальная история? И по вашему опыту, насколько нужно гнаться на момент составления договора или больше обращать внимание на те объекты, где гарантируют выплату этих каких-то штрафов, если, не дай бог, что пойдет не так. То есть есть два объекта. Один вроде от надежного, другой от надежного. Один подписывает, один говорит, ребят, я буду платить штрафы, если что не так. Другой кучу пунктов в договоре прописал, и вы понимаете со своим опытом, что он всегда найдет, как отмазаться и никакие штрафы не платить. В какой степени вот такие пункты в договорах свидетельствуют о хитрости, о качестве, о надежности и так далее по вашему опыту? Ну, я не скрою. Действительно, каждый застройщик, когда составляет договор, он, конечно, должен быть составлен в рамках законодательства и в отношении того, что прописано в Dubai Land Department, то есть там большинство параграфов, они просто взяты из закона. Примерно так же, как и по договору долевого участия, большинство пунктов, они взяты из 214-го федерального закона. И застройщик мало имеет возможности что-то в договоре корректировать. Но, тем не менее, вот те пункты, которые в отношении, например, сроков строительства и штрафов за срыв срок строительства, конечно, застройщик, он, как правило, составляет их так, чтобы ему никаких штрафов платить не пришлось. Он заранее понимает, он там, допустим, ну, на год мы можем задержать. И такая практика, конечно, присутствует. И мы заранее примерно можем дать прогноз. Здесь, опять же, оговорюсь примерно, потому что действительно стройка – это сложный процесс, и действительно бывают факторы, которые влияют на сроки строительства, объективные факторы. Но, тем не менее, по ряду застройщиков мы можем сказать, вот этот застройщик, он задержан, скорее всего, на один год, а этот даже может и на два задержать, потому что дом там, мегапроект, 88 этажей. А этот застройщик, он всегда все свои проекты сдает вовремя. Но вот давайте тогда так. За последний, может быть, год, полтора, два у вас лично или вообще в вашей практике работы в УАЭ были истории, когда клиенты что-то получали, какие-то деньги? И о каких суммах в данном случае идет речь? Нет, нет, нет. Потому что не было таких случаев, когда сроки отодвигались на больший диапазон, чем это прописано в договоре. То есть если написано на год, вот у меня были случаи, когда в договоре было написано сдача 4 квартала 2024 года, то есть это уже совсем скоро. Мы понимаем, что дом не будет к этому сроку завершен, ориентировочно это будет лето 25-го, и в договоре год прописан как задержка без штрафных санкций. Поэтому у меня таких практик не было, честно скажу. Чтобы кто-то получал какие-то штрафы. Хорошо, с этим более-менее понятно. Ну, со статусом... То есть еще раз я попрошу вас еще раз этот момент подчеркнуть, потому что мне кажется, что он интересен. И один из зрителей, когда вот еще перед вебинаром задавали этот вопрос по поводу новичков. То есть, с одной стороны, новичков сторониться совсем уж не надо, просто это как раз тот случай, когда, возможно, выше доходность, возможно, более интересные условия, но, соответственно, просто и риски, потому что у компаний неизвестно, как и всегда в инвестициях, это работает именно так. Новичков бояться вообще не надо, потому что новички порой, как я уже говорил, сделают свою работу так, чтобы максимально... Они максимально замотивированы в том, чтобы закрепиться на рынке в каком-то статусе крутого застройщика. Поэтому они порой просто там делают все, лезут из кожи вон, чтобы заявить о себе как о суперкрутом, надежном застройщике. Поэтому их бояться не надо, если это компания с хорошим бэкграундом, которая вышла на рынок, оказывает качественный сервис для клиентов, то есть у них хороший персонал, у них порядок во всем. Можно в целом рассчитывать на то, что они свою работу знают, и таких примеров тоже много. Когда компания строила 5 лет в одной стране, вышла на рынок объединенных Арабских Эмиратах и делает все для качественной работы. Если есть искро-аккаунт, пять слов буквально, если есть искро-аккаунт, правильно составлен договор, мы понимаем, какие подрядные организации наняты, и тогда мы как брокеры оцениваем застройщика и можем его рекомендовать с определенной оговоркой. Интересная реплика одного из наших зрителей. И забавно, что в Турции ровно наоборот, чем больше застройщик на рынке, тем больше начинает экономить. Но, кстати, косвенно можно сказать, что вы тоже самое сейчас сказали, что новичок, если он хочет выйти на рынок, он на первом этапе всегда будет из кожи вон лезть и стараться. Дальше, когда уж он, знаете, оброс жирком, вполне возможно, что логика так работает везде. И Дубай – это такой регион мира, где все стараются обойти друг друга и очень просто потерять позиции, потому что рынок колоссальный, более 17 тысяч квартир продается за один месяц, постоянно растет, еще плюс 8% август показал по отношению к августу 2023 года. И поэтому здесь застройщики, они могут очень быстро потерять позиции. И те, которые максимально долго на рынке и качественно работают, они тоже вынуждены гнаться вперед за качеством, не могут просто долго существовать на одной репутации. И Март, он, например, действительно, как застройщик делает не просто мегапроекты, он буквально над каждой деталью старается думать для того, чтобы сделать свои комментии наиболее привлекательными. Потому что все-таки это государственный застройщик, он выполняет план правительства по тому, чтобы создать лучшее место для жизни во всем мире. Хорошо. Давайте перейдем тогда к другой истории, которая тоже очень многих смущает. Уже с комплексом глобально более-менее разобрались, когда речь заходит о покупке конкретного объекта, конкретной квартиры. Здесь ведь риски тоже очень понятные, связанные с тем, что ты вроде как рассчитывал на одно, а в итоге получил другое. Давайте несколько слов об этом. Во-первых, что это такое может быть по вашему опыту. И как на данном этапе минимизировать риски, по крайней мере, до тех пор, пока ты еще в сделке или еще не заплатил? Прежде всего, это как раз уровень доходности. Это самая частая, популярная история, когда клиент просто не получает обещанного ему уровня доходности. Ему пообещали 15% годовых при сдаче его квартиры в аренду, а там получается 5%. Ну, в примере, вот на слайде показывают. И там 4,5%. Поэтому я вам, конечно, скажу, что здесь понятно, как бы это ни прозвучало пафосно, нужно прежде всего выбрать своего брокера, который максимально экспертен на этом рынке, и который может дать действительно качественный прогноз. Это первый момент. И второй момент, как минимизировать риски. Ну, наверное, прежде всего, если все-таки хочется минимизировать риски, наверное, все-таки выбирать застройщика с репутацией. Можно ли сказать, что любая доходность это все равно некие обещания и не более того? Нет. Я же... Вот видите, как я сказал, что это и наука, и искусство. То есть я не опираюсь только на свое искусство, но только на свой жизненный опыт. Вот я смотрю аналитику, я понимаю, вот, например, есть огромное количество факторов, которые указывают на то, что будет в этом районе. И вот драйверы спроса, то есть когда будет станция метро, где она будет, эта станция метро, какие будут объекты инфраструктуры, что будет притягивать туда людей, когда будет реализован проект, какие, например, новый аэропорт Аль-Мактум строится, который будет еще больше действующего аэропорта, международного аэропорта Дубая, он будет... Он сейчас существует, он будет в самом большом в мире и принимать до 300 миллионов пассажиров ежегодно. Поэтому могу сказать, что такие бывают точки притяжения, которые не просто на уровне, вот, я там, мне хочется думать, а все-таки есть какие-то конкретные факторы, которые позволяют утверждать, что этот объект, он будет более востребован для аренды, например, для краткосрочной аренды или для долгосрочной аренды. Поэтому всегда оценка, она такая и с точки зрения опыта, и с точки зрения науки. Хорошо, но вот я имел в виду еще немножко другое. Вот в договоре, ну хорошо, комплекс вроде как сдан вовремя, но ты покупаешь какой-то конкретный юнит, у которого есть какие-то параметры, площадь, этажность. Конечно. Я знаю, я слышал, да ну и, собственно, вы мне рассказывали о том, что здесь тоже есть, ну, такие... Подводные камеры. Подводные камеры. Да, конечно, конечно. Давайте, если можно. Конечно, конечно, случаев таких тоже масса, когда... Например? Посмотрите, вот откуда это все берется? Из-за очень высокого спроса мало дается времени клиенту на принятие решения. И здесь он особенно зависим от экспертности брокера. Потому что вот нет сейчас возможности продемонстрировать. Я вот иногда снимаю видео, нахожусь на старте продаж, я вот прям показываю, как люди стоят в очереди, и за пять часов дома распродаются полностью. Это не сказки, это реально так происходит. И порой клиенты, они не получают должной степени информацию о старте продаж. Потому что некоторые брокеры, ну, они просто вот квартиру поймал, лишь бы какую-то продал. Ну, я, конечно, стараюсь участвовать все нюансы. Был случай, когда клиент ко мне обращается и говорит, что я там купил квартиру на 10 этаже. Проект это Сафа-2 в центре Дубая. Роскошный проект. Я говорю, вот здорово, там 10 этаж, отлично. Как вам удалось поймать? 10 этаж на тот момент был продан. Мне показывают, ну, вот, не хоть там, вот смотрите, я вот купил. А я смотрю, это 10 подиумный этаж. То есть есть подиумные этажи, где паркинг. И последний подиумный этаж, там были сделаны жилые квартиры, не в большом количестве. Я такой, ну, это подиумный этаж. Нет, что, это точно 10 этаж, который вот там над подиумом. Я такой, ну, присмотритесь. Тут, во-первых, написано P10, это не бросается в глаза. И там даже, если очень присмотреться, там в углу было нарисовано, что парковочное место. То есть там план этажа, и там даже были немножко видны парковочные места. Простите, чисто вот просто по незнанию. Он купил на парковке или это все-таки... На парковке, да. Квартиры, ну, просто вот есть этаж парковки, и часть, вот часть, буквально такая небольшая часть этой парковки были отведены под квартиры. Они, естественно, не ликвидны. То есть их, если перепродавать, там это район Бизнес Бэй у Дубая канала, и там идет метро. Оно наземное в Дубае по большей части. И поэтому, я говорю, вы знаете, вот там дом стоит перед веткой метро, и как раз ваши окна, они будут примерно выходить на метро. Ну, это не прикольно. То есть если вы хотите для перепродажи, вам будет сложнее перепродать, чем квартиру с видом на море. Как вы понимаете? Насколько вообще, на ваш взгляд, описание в договоре, понятно, что оно важно, но соблюдает точность в тех проектах, с которыми вы имеете дело. То есть насколько подробно все это. То есть что человек обещает, что он в итоге получает. И насколько часто случаи, когда на стадии уже получения квартиры клиент смотрит и говорит, слушайте, а я представлял это себе по-другому. И в какой степени это проблемы клиента, который, он же тоже может быть не всегда прав. По вашему опыту. Нет, на самом деле тут таких прям страшилок я не припомню, не расскажу. Всякое бывало, значит, бывало даже когда проект потерпевал определенные изменения на стадии строительства. Но это такие редкие, это очень такие исключения из правил. В основном, конечно, договоры соблюдаются, если вот какая написана планировка, сколько метров квадратных, какое будет оснащение, конечно, все это соблюдается. Это также, ну, наверное, как можно сказать, так же, как и в России, может быть, нюансы, например, по метражу, и там 3-5 процентов может гулять, потому что стройка – это не идеальный процесс. А так, нет, тут я бы не назвал каких-то таких, что какие-то есть популярные. Ну, и тогда вернусь к тому примеру, который вы только что привели, да, что это вроде как 10 этаж, а по факту это не 10 этаж. Но если мы говорим, все-таки, ну, и давайте так, из 10 клиентов, которые вам приходят, из 100 клиентов, какой процент покупают как инвестицию, а какой для собственного проживания, какой для переезда? Сейчас больше для собственного проживания, как ни странно. То есть раньше больше для инвестиций. То есть 22-й год, он был, понятно, для нас супер-хайповым, ажиотажным. Все покупали просто вложить деньги, а сейчас очень многие думают о переезде, очень многие покупают недвижимость для того, чтобы для детей, они там будут обучаться, и все больше и больше здесь студентов русскоговорящих. Кто-то покупает как запасной аэродром, кто-то покупает для сдачи, и кто-то покупает, ну, тоже инвестиции, да, конечно. Кто-то покупает для перепродажи. Наверное, все-таки где-то 50 на 50. То есть инвестиция для проживания. Тогда в продолжение этого вопроса. Вот этот пример с 10-м фейковым этажом, да? Да. В какой степени... Ну, хорошо, ведь если человек купил объект, который и не собирается в нем жить, то с инвестиционной точки зрения, может быть, это и неплохо, но он купил его, соответственно, дешевле. Нет, 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 не могу согласиться. Все-таки если мы понимаем, что мы хотим перепродать, но наш покупатель, это в том числе и энд-юзер, ну, то есть пользователь квартиры, вот он хочет для себя купить, он приходит в эту квартиру, ему не нравится, что поезд проносится перед квартирой, перед окнами. Поэтому это влияет в том числе на перепродаж. Факторов таких вот много. То есть если мы все-таки вернемся на секунду к факторам обмана, то есть чаще всего встречается это неправильная или неполная оценка того, что продается. То есть как раз это вот эти нюансы. Виды из окна, планировки, сторона света, наличие рядом инфраструктуры, этаж, комьюнити, площадь, соседи, какие-то нюансы. И вот когда вот это все оценивать, то есть порой просто некоторые не заморачиваются, потому что, ну, мол, и так купят. Если мы берем квартиру для жизни, мы оценим ее как для своей жизни. Если мы берем ее для перепродажи, мы оценим ее так, чтобы это оценил рынок, чтобы это был тот вид, который наиболее интересен для перепродажи, потому что чаще выбирают с видом на гольф-поле, чем на дорогу. Ну, условно, если дом стоит на комьюнити, там, Домак Хиллз, вот первое, что пришло на обдома Хиллз, там квартиры с видом на гольф-поле на 15-20% дороже, чем на дорогу. А при этом, когда они продавались на офф-план, не было такой разницы в цене. То есть она, может быть, была, но не была заложена застройщиком, так как рынок оценил. Поэтому порой я говорю клиентам, давайте возьмем все-таки восьмой этаж, чуть-чуть доплатим, но зато наша квартира, она будет, возможно, не чуть-чуть, а прямо много дороже, чем то, что вот на 3-4 этажа ниже, потому что просто впереди дом, маленький отель четырехэтажный. И вот мы должны быть пару этажей над ним, чтобы видеть море. Потому что этот вид моря сразу нам дает больше капитала при счете. Окей, ну раз мы уже тогда перешли вот к этой истории, связанной с договором, и с тем, что его как бы внимательно надо читать, насколько вообще по вашему опыту это возможно сделать самостоятельно? На что нужно обращать внимание в договоре? И насколько на уровне договоров там много вот таких вот моментов, вроде того, что вы рассказали, вот конкретный пример, там бугочка П одна, которую, может быть, не все и заметят. Насколько это способ, вы знаете, относительно такого честного обмана, когда вроде как, ну, вы же сами подписали, никто же вас не тянул? Застройщик любой абсолютно, вот он нанимает юриста, юрист отрабатывает свой хлеб, он сделает договор так, чтобы, естественно, прежде всего защищать интересы застройщика. Поэтому самое популярное, что там можно найти, что смущает клиента, это как раз пункт о форс-мажорных обстоятельствах. У меня не все клиенты вникают во все нюансы договора. Действительно, многие клиенты доверяют репутации застройщика и прежде всего смотрят на репутацию застройщика. Я их из-за этого не осуждаю, потому что у них есть я, я этот договор читал, и я, если бы там что-то было, прям какой-то зашквар, извините за сленг, я бы им об этом, естественно, сказал. Тем не менее, те клиенты, которые вникают в нюансы договора, как правило, 9 из 10 таких клиентов обращают внимание только на один пункт. Это как раз пункт про форс-мажорные обстоятельства. И поскольку мы не можем вносить корректировки в договор, опять же, все идет к тому, что, вот смотрите, этот застройщик, вот у него такой-то, такой-то бэкграунд, такой-то опыт строительства, такие-то сроки сдачи по их проектам, такой уровень качества, и вот хочешь подписывай, хочешь не подписывай. И конечный выбор, конечно, всегда за клиентов. Дорогие друзья, напомню, что вы находитесь на вебинаре с брянной компанией Just Prime Homes. С нами Константин Казмирчук, эксперт компании, брокер. Константин, но в продолжении вот этого нашего разговора, я, кстати, попрошу контакты еще разочек опубликовать в чате. есть такая проблема или есть ли она? Я просто слышал о ней, что поскольку очень много продается на эмоциях и времени не очень много на принятие решения, косвенно те же застройщики компании в Эмиратах этим активно пользуются, и вообще проблема качественной информации, эмоции подаются хорошо, красивые картинки, прекрасно описанное будущее, а вот строгая информация, которая в первую очередь должна интересовать инвесторов, вот она как раз вызывает вопросы, и ее просто недостаточно, потому что рынок и так развивается, какого черта углубляться в какие-то дебри. В какой степени вы довольны той информацией, которую вам предоставляет та сторона? По-разному. Бывает так, что действительно застройщик дает всю необходимую информацию для того, чтобы оценить тот или иной проект. Бывает, да, когда застройщик на стадии предпродаж, прелаунча, то есть он дает недостаточно много информации, чтобы нам принять решение. И здесь, опять же, это вот больше работа брокера, это больше работа нас, чтобы оценить, в какой проект лучше заходить, какой рекомендовать. Некоторые проекты, мы как, ну, условно, поехали там на кучу стартов, и порой даже всех не охватить, но всегда вот большая часть времени занимает именно на то, чтобы вот постоянно посещать офисы состройщиков, объекты, локации, оценивать те или иные проекты. И, как правило, мы брокеры рекомендуем тот проект, который уже вот, ну, как бы проверен нами, если так совсем коротко. Нюансов огромное количество. Вот я хотел бы вот это подчеркнуть, потому что все-таки тема нашего вебинара – это популярные способы обмана. Значит, если клиент смотрит квартиру под аренду, то есть очень важно правильно посчитать доходы, сколько эта квартира реально в прогнозируемом плане нам может приносить доходность в сроке окупаемости. Потому что бывает разная аренда. Бывает длительная аренда, бывает короткая аренда. Чтобы не углубляться в детали, буквально по слов. Да, пожалуйста. Короткая аренда, там, больше расходная часть, но выше доходность, важно это правильно посчитать. Долгосрочная аренда – это практически нет никаких расходов, потому что здесь налогов нет, здесь нет налога на прибыль физических лиц, как НДФЛ, он здесь отсутствует в принципе. Поэтому все, что мы заработали, мы положили себе в карман. Но при этом там есть очень тоже много нюансов. Если мы заключили договор долгосрочной аренды, мы можем поднимать цену долгосрочной аренды только исходя из рерокалькулятора, исходя из того, как посчитало правительство, насколько этот район берет среднестатистическую цену, насколько она выросла, и показывает, можно ли поднять эту цену на следующий год продления. И вы не управляете ценой. То есть, когда вы один раз сдали, вы не управляете ценой. И вы не можете просто так выселить человека. То есть, вам нужно отправлять, если вы занимаетесь долгосрочной арендой, вам нужно отправлять через Дубай суд notification, то есть, уведомление о том, что человек должен съехать за год до расторжения контракта. И там много нюансов. То есть, я просто сейчас, чтобы не отвечать очень долго на этот вопрос, скажу, что нюансов такое количество, что как раз нужно вот здесь не только клиенту читать договор, а прежде всего работать с брокером, со специалистом, который знает все эти нюансы, готов подсветить вот все вот эти моменты, которые влияют на доходность, влияют на перепродажу, на сроки перепродажи, на фиксацию прибыли, на все вот эти важнейшие факторы для инвесторов. Окей. Ну, и в качестве мостика к следующему, наверное, блоку вопросов, раз уж мы заговорили о краткосрочной аренде, вот буквально на этой неделе несколько новостей пришло как раз именно о рынке Объединенных Арабских Эмиратов. Просто очень интересно ваше мнение. С одной стороны, агенты и официальная статистика показывает резкий рост краткосрочной аренды, резкий рост спроса со стороны туристов, но при этом не показывает резкий рост ставок аренды, просто потому что именно многие потенциальные арендодатели из долгосрока перевели свое жилье в краткосрок и резко выросло и предложение тоже. На ваш взгляд, насколько это сейчас просто здесь надо говорить об ощущениях, потому что и в новостях, которые я читал, это новости скорее на ощущениях, а не на конкретных цифрах. Ваши цифры... На каких-то ощущениях, не знаю, откуда эта новость взялась, потому что по факту я просто оперирую конкретными статистическими данными и, кстати, некоторые из них в слайдах, они приведены, но я вам сейчас сообщу. Космосе. Мы к ним вернемся. Получается, что я могу сказать для начала по своей практике. За два года аренда как краткосрочно, так и долгосрочно выросла. Количество проектов, которые с одной стороны рекламируются, их как бы вроде хватает, но на самом деле реального наличия квартир под долгосрочную аренду и краткосрочную их немного, и поэтому цены растут. Это однозначно цены растут, и количество предложений недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности рынка, потому что только прирост туризма 8% в год, это вот за 2023-2024 год. Если посмотреть планы развития Дубая, есть такой замечательный, замечательная книга, и мы как эксперты брокеров ее очень хорошо знаем, Dubai Urban Plan 2040, то есть это план развития... Я вот, честно, по-моему, план развития Дубая... Да, да, есть слайд, давайте откроем, там есть один слайд, то есть это слайд, где прирост населения. Значит, это следующий, следующий, вот, вот этот был как раз, предыдущий, предыдущий, значит, прирост населения Дубая, постоянного населения к 2040 году это будет 5,8 миллиона человек, при нынешнем числе порядка 3,3 миллиона, 3,4, чуть больше, то есть это почти в два раза. Для этого всего нужно, конечно же, недвижимость. Плюс дневных посетителей почти до одного миллиона вырастет в Дубае, только мы говорим про Дубай, даже не про все Эмираты, потому что каждый Эмират, он находится вот в этой погоне за привлечением количества резидентов, туристов, и здесь уже строится в Эмиратах первое казино на Ближнем Востоке, ну, то есть много таких инфраструктурных проектов, которые позволят этот план выполнить, и под выполнение этого плана потребуется недвижимость, ее потребуется очень много, и сейчас мы наблюдаем нехватку вот той недвижимости, которая есть, чтобы удовлетворить спрос, поэтому цены растут, поэтому и окупаемость великолепная, и новые контракты, которые заключают люди по аренде, они по тем ценам, по которым они покупали ранее, показывают им окупаемость 6 лет, 5 лет, 7 лет, поэтому и цены на первичку тоже пошли активно вверх, чтобы продать, иначе бы тогда вообще бы никому ничего не досталось, все бы покупали бы там, не глядя, а вот цены подросли, окупаемость сейчас по новым проектам, она где-то прогнозируется на уровне 8-9% от долгосрочной аренды, и таким образом. Мы как раз перешли к вам с вами, Константин, уже в такую, возможно, завершающую, с одной стороны, часть нашего вебинара, а с другой стороны, в каком-то смысле, может быть, главный, определяющий. Вот вы определенно человек, который верит в недвижимость Эмиратов, и, насколько я понимаю, вы сами, инвесторы, сами подбираете для себя некие объекты. Эмиратов, конечно. Но вот в Эрнте как раз и есть главный вопрос. Чем еще заниматься? В Эмиратах много лувра есть. Нет, но если с точки зрения инвестирования, конечно, как же так. не и как раз хотелось поговорить. Все-таки, когда в 22-м году, после всем известных событий, взгляд русскоязычного рынка на Дубай сильно изменился, а еще была до этого пандемия, когда Объединенные Аравские Эмираты закрывались в гораздо меньшей степени, чем Европа или Юго-Восточная Азия, и, соответственно, многие инвесторы пошли туда, возникли сомнения, вместе с высоким ростом, высокий ростом всегда порождает сомнения, связанные с тем, что через какое-то время другие рынки откроются. Ажиотажный спрос, связанный с эмоцией бегу с закрытыми глазами, просто потому, что надо куда-то бежать, он тоже уйдет. И более того, например, русскоязычные инвесторы, я тоже с этим сталкивался с такими публикациями, что вот там в 22-м году россияне вошли в топ-3 инвесторов в Дубае, а сейчас о, мы же говорили, они уже и не в топ-3, уже выбыли, уже все-все-все-все меняется. Вот Ваша... Так о чем это говорит? Ваша мера, она на чем основана? И опять же, многие тоже небезоснований вспоминают историю там 2013 года, когда рынок был на взлете, потом он снизился, и только, по-моему, в конце прошлого года средняя стоимость квадратного метра в Дубае достигла тех же самых величин, которые были 7 лет назад. вот... Хорошо, я сейчас отвечу. Это большой масштабный вопрос, но он очень интересный, правда. Вот давайте сначала я вам задам очень короткий вопрос. Если русские, как национальность, они скатились вниз, уже откатились там по некоторым рейтингам, потому что рейтинги бывают по Эмиратам, рейтинги бывают по застройщикам, где-то на шестом месте, где-то на седьмом, где-то на пятом месте, если они откатились вниз, а рынок растет, почти 10% в год, это только объемы, а еще цена примерно 15,5% в год. Это не мои данные, это данные UBS глупо. Если растет, это о чем говорит? Что, наверное, инвесторы со всего мира приезжают в Дубай, для них-то рынки открыты все. Пожалуйста, итальянец, вот мой клиент итальянец, он мог купить везде недвижимость, или в Азии, или в Америке, или в родной Италии, но он не покупает в родной Италии, потому что он говорит, на ней, на этой недвижимости ты не заработаешь никогда. И если открыть вот один слайд, это очень показательный слайд, где вот такие кружочки. Какой? Вот следующий, наоборот, один раз назад, большие кружочки. Да, вот смотрите, это данные Harley & Partners, это Ханны & Partners, я говорил. Это иммиграционная история, да? Это миграция миллионеров по всему миру, откуда миллионеры долларовые уезжают и куда не приезжают. Номер один из Китая не уезжают, ну там кризис недвижимости, кстати, отдельная тема интересная, Индия, Британия, Российская Федерация, куда прежде всего они едут? Это объединенные Арабские Эмираты. В Италию, кстати, тоже едут, я вижу, там правда не в таком количестве. Ну, это иммиграция, да, действительно, туда с одной стороны наверное миллионеры окей едут, я, кстати, в Италию внимания не обращал, но с точки зрения заработка на недвижимости, мне мой клиент итальянец говорит, что там на недвижимости ты не заработаешь, а вот Канада, там USA, вот USA, например, Майами там хорошо растет, но они на втором месте по темпам роста соответственно уступают только Дубаю. И поэтому сюда едут со всего мира и сейчас много где нестабильно и у меня есть клиенты из Израиля, из Ирана и в нашей компании мы мультиязычная, мультинациональная компания, поэтому спрос есть и спрос он только становится все больше и больше. Почему? Во-первых, это безналоговая страна. Здесь хорошо вкладывать деньги, зарабатывать, если ты купил недвижимость за 1 миллион долларов, продал ее за 2 миллиона долларов, ты налоги с этого не заплатил, никакие. Да, есть государственная пошлина ДЛД, но это единственное, что ты платишь с точки зрения то, что можно назвать налогом. Других налогов тут нет, поэтому сюда эмигрируют люди с деньгами для того, чтобы жить, работать, развиваться, вести бизнес, открывается все больше и больше компаний и открываются новые крупнейшие объекты инфраструктуры. Ялдейского университета, Лувр, многие другие крупные объекты, которые привлекают и работников для работы здесь, которым тоже нужна недвижимость, и туристов, и эмигрантов, которые будут этими объектами пользоваться. Спрос есть, если так коротко подытожить. И он постоянно растет. Мы не оракулы, наверное, все разумные люди хотели бы, чтобы в ней было спокойней, да, и люди переезжали с места в место не вынужденно, а просто какой-то своей осознанной необходимости. Но все-таки вот успокоение, которое, дай Бог, рано или поздно придет на нашу замечательную планету, в какой степени оно может, на ваш взгляд, охладить или повысить интерес к Дубаю. Потому что есть все-таки, например, аргументы, они совершенно иного плана, но их тоже надо учитывать. Например, несколько моих знакомых, переехавших в Дубай, отчасти вместе с своими конторами, сказали, мы бывали в разной жаре, но август это место, где жить нельзя, и мы просто уезжаем, это невозможно, и как будет дальше непонятно. Есть и такие факторы, которые тоже влияют. Да, есть. В отношении жары каждому свое, кто-то любит и погорячее, я когда уезжал тоже в отпуск, я тоже выбрал время для отпуска, август, приехал я 4 сентября обратно в Дубай, но могу сказать, что разница температуры в Дубае в августе и в Краснодаре она не очень большая, то есть это где-то 38-33, то есть разница несколько там 3-5 градусов, но тут везде кондиционеры, и жару в Дубае переносить гораздо проще, чем где-то вот на югах России, в Краснодаре и еще где-то, потому что тут везде, даже на автобусной остановке тебе будут кондиционеры и валят паркинг, ну, в общем, много удобств для того, чтобы по улице особенно лишний раз не гулять, и я нормально в костюме передвигаюсь в сентябре, окей, я машину отдал, пришел в офис, я не спустился, мне машину пригнали, конечно, есть нюансы, погулять, ну, вечером только погулять, а днем плавать в бассейне, потому что гулять действительно душновато. Что касается общий макроэкономических трендов, что будет какой-то глобальный разворот, это очень сложно спрогнозировать, правда, это уже не на уровне моей компетенции, это уже действительно на уровне такого, знаете, вот, оракула, я не знаю, будет ли какой-то разворот, я знаю, что Дубай находится в пяти часах летного времени от более чем половины населения планеты, и что Индия, Пакистан, Китай, весь Ближний Восток, все это очень рядом, огромный, ну, Европа рядом, это логистический хаб, это безналоговая страна, сюда и будут и дальше ехать. Сейчас у русских, да, вот стало меньше, чем в 22-м году, но били все рекорды в 22-м году, сейчас вот те, которые тут живут, кто-то, возможно, вернулся, кто-то говорит, там, вот, мне по климату не нравится, а кто-то вернулся только на август, а потом обратно возвращается сюда, и почему я сказал, что у меня сейчас клиентов больше даже стало именно покупателей для жизни, если раньше это действительно подавляющее большинство инвесторов просто вложить деньги, то сейчас люди уже более осознанно подходят к покупке и покупают ту недвижимость, в которой они, возможно, будут сами жить. И важный момент, если вы позволите, вот я сейчас про факторы, знаете, вот разворота, давайте сравним вот с нашим родным рынком Российской Федерации. Вот у меня есть слайд, я подготовил этот слайд. Давайте посмотрим. Боже, опять же, это не я его нарисовал, это каждый может открыть слайд Центрального банка Российской Федерации, вот этот слайд, и посмотреть, что у нас творится, например, по ИЖК, по техническому жилищному кредитованию. У нас снижение спроса по ДДУ 75%. Ну, это после того, как отменили льготную ипотеку. Ее возвращать, насколько мне известно, из слов Набиулины, не собираются. Будут сильно снижать объемы строительства, чтобы не обрушить рынок в плане цели. И многие застройщики стали заранее снижать эти объемы. Можно ли заработать на рынке недвижимости Российской Федерации в долгосрочной перспективе, я не говорю в краткосроке, а именно на долгосрочной перспективе, в перспективе 3-5 лет. Я считаю, что, может быть, и можно, но я выбираю для себя Объединенный Арабский Эмират. Потому что я инвестирую в доллары. Дирхам, он все-таки курс Дирхама привязан к доллару. И я понимаю, что та доходность, которую я получаю здесь, она достаточно высока, чтобы в долларах ее получить в долларах и быть довольным. И я не ожидаю такую доходность в долларах именно по родному российскому рынку. Это мой выбор. Я не знаю, вот аудитория при Ан, она вряд ли, наверное, состоит из тех, кто максимально верит в российские рынки. Наверное, он оказался здесь. У нас даже на нашем вебинаре, собственно, граждан России, мы не так много, у нас примерно половина из тех, кто зарегистрировался на вебинар, это не россияне. Просто российский рынок я привел именно как пример в 22-м году. Понятно, россияне очень многие устремились по геополитическим причинам, в частности, с твоим Ираном. Тогда просим. Итог, да, буквально два слова, если итог. В рынок я, безусловно, верю, у меня есть множество примеров, почему еще стоит ему доверять. Еще буквально один слайд, давайте посмотрим. Давайте. Включевой фактор, вот почему бамбл индекс низкий. Я ведь тоже разбирался в этом вопросе. Я свои деньги вкладываю. Да, вот это как раз рейтинг, сколько нужно времени при средней зарплате в регионе для того, чтобы купить свои 60 метров квадратных. И вот Дубай находится вот на прекрасных позициях. Видите, это порядка 5-6 лет нужно потратить человеку, чтобы заработать на свою собственную квартиру при здешних зарплатах. Потому что цены не колоссальные, они цены, ну, можно с московскими вполне сравнивать. Токио, Гонконг, это, естественно, уже вот там заоблачные цены. Поэтому рынок сейчас на мой вопрос, но все-таки вот в завершении этого части мы уже будем переходить к финальной части нашего вебинара. Хотел бы еще тогда один момент задать, один вопрос задать. Среди, опять же, моих знакомых, ну, они, скажем так, принадлежат больше к среднему классу, это не миллионеры. И у них есть такой взгляд на Дубай, это действительно хороший город, там интересное место для жизни, но он все больше и больше становится городом для тех, куда вот едут люди именно сверхдоходами. И как раз, собственно, спрос на недвижимость и дефицит недвижимости наиболее заметен, насколько я знаю, именно в топ-категории. И цены более всего растут именно в топ-категории. Отчасти это так. То есть, не получается ли так, что вот все эти перетурбации, ну, вот даже те цифры, что вы там привели, 12,5 тысяч человек, это с точки зрения миллионеров, это огромная доля, да, но вообще с точки зрения тех цифр, которые вы назвали, там, 300 миллионов человек, которые будут летать через аэропорт, 12 тысяч, это ни о чем. То есть, что это получается рынок для избранных. Нет ли такого риска? Нет. Есть в плане развития Дубая 2040 прописано, какое количество недвижимости, там даже написано affordable price, да, то есть, это доступное по цене. Идвижимость должна быть для того, чтобы удовлетворить спрос для тех категорий граждан, которые будут работать парикмахерами, парикмахерами, водопроводчиками, водителями и так далее. Поэтому, конечно, эта недвижимость, она также востребована, ее много, но действительно сейчас показывает рост, прежде всего, премиальный сегмент. Это действительно так. То есть, он растет быстрее остальных сегментов. И если мы хотим заработать, то я рекомендую лучше взять недвижимость на море, потому что она прям действительно показывает прекрасные результаты. чем в каком-то отдаленном районе, и там есть прирост цены. Но там тоже нужно выбирать от района к району. При этом там можно тоже заработать, но меньше. Я человек не огромного достатка, я не миллионер, но я опять же вкладываю свои собственные средства именно в недвижимость Дубая. Мои доходы, мои средства это позволяют делать. Поэтому здесь есть недвижимость на любой кошелек. Просто если мы говорим о том, что у нас там есть полмиллиона долларов, можно взять вот это. А если у нас есть там только 200 тысяч долларов или там 150 тысяч долларов, ну, можно тоже взять квартиру, но она уже будет там не на море, она уже будет в таком районе. мы выбираем исходя из того, чтобы это было цельное комьюнити, чтобы это был мастер-девелопер и так далее, и так далее. Много нюансов. Ну, давайте тогда перейдем уже вот, может быть, к конкретным примерам, что тоже интересно. На что вы бы обращали внимание? То есть, какие объекты симпатичны Константину Козьмирчуку? Почему? И какие? Вот что из того, что мы говорили, особенно в первой части нашего вебинара, позволяет именно их сделать для вас привлекательными? Я как раз включу, опять же, презентацию, а вы тогда прокомментируете. Хорошо? Пожалуйста. Ну, ситуация на рынке, перед тем, как вот как раз пока вы открываете, скажу, что все меняется так быстро, что сейчас эти проекты есть, завтра они уже будут другие. Может быть, там, если не завтра, через неделю. Ну, например, этот проект Beachwalk 3 это проект на море, первая линия моря, буквально 2-3 минуты пешком до пляжа, роскошного действующего пляжа. И это на данный момент одна из самых доступных цен именно для недвижимости на пляже в Дубае. Роскошный дом с полной меблировкой, то есть будет полностью всем оснащена квартира, не нужно будет ничего докупать. То есть Airbnb ready, как говорится, да, то есть можно сразу сдавать, очень хорошо под краткосрочную сдать. Ожидается высокая доходность, потому что там ночь, особенно в сезон, стоит очень дорого на море в Дубае. Все, что вот с октября по май, цены мое почтение, как говорится. И в целом такой тяжелый люкс, который рекомендую при достаточно хорошей цене, потому что любой другой район, я сравниваю с районами, это район Dubai Islands, Dubai Islands, это то, что раньше называлось Пальм Дейра. Третьи Пальмы отказались, сейчас только две Пальмы, Пальм Джабидали и Пальма Джумейра. Должна была быть третья, сделали ее, преобразовали в Dubai Islands. Это роскошная локация и с самыми доступными сейчас ценами при наличии береговой линии, пляжей, быстрой, хорошей транспортной доступности до центра, 15-20 минут можно доехать до даунтауна, до Бурдж-Халифа. И если сравнивать с ценами Поделя Мэра или Мадинаджо Мэра Ливеньки или любой другой прибрежной зоны Дубая, там будут цены намного выше. Поэтому это в целом хорошее вложение как для перепродажи, так и для сдачи в аренду, особенно краткосрочную аренду. Это вот так коротко просто я называю. Хорошо, давайте смотреть дальше. Давайте дальше. Соответственно, это доступный по цене проект, это как раз один из новичков рынка, который за 2,5 года уже хорошо себе зарекомендовал. Те темпы строительства, которые он показывает по своим проектам, полностью могут уверить нас в том, что все объекты будут закончены в срок. То, что они строят, то, что они за 2,5 года назад, я их даже не предлагал, честно могу сказать. Сейчас я предлагаю, потому что вижу, они действительно свои обязательства выполняют. И у них очень хорошие цены по-прежнему. Они просто ниже по ценам, чем многие другие застройщики. 205 тысяч долларов за видовую квартиру на закат на море. Просто море 15 минут ехать. То есть море мы видим, конечно же, отдаленно, но при этом есть видовые квартиры тоже с полной меблировкой, но важно, что это беспроцентная рассрочка, в том числе и после получения ключей. Сначала мы оплачиваем рассрочку, пока дом строится, потом мы получаем ключи и продолжаем еще 2 года выплачивать рассрочку. Это хорошо для тех инвесторов, у которых нет вот этой суммы на кармане. Потому что 205 тысяч долларов – это полная стоимость продажи, а чтобы войти в проект достаточно 40 тысяч долларов и рассрочка на длительный срок позволяет легко прогнозировать бюджет, при этом без каких-либо переплат. Это вот доступный по цене проекту. И следующий проект – вот тоже буквально пару слов. Особей Резиденс – это не совсем новый проект от государственного застройщика Альдар. Альдар – это застройщик, который построил весь Яс Айланд, Сидиат Айланд в Будайбе. Это супер-мега крутой застройщик, если по-простому. И первая линия моря в Российхейм, где строится первая на всем Ближнем Востоке казино. Согласно Министерству туризма Российхейма, только это казино будет генерить до 3 миллионов пассажиров визит, разточни, да, я просто иногда по-русски делал оговорки, посетителей в год. С 2030 года 3 миллиона посетителей ежегодно. И потому что это будет первое казино на всем Ближнем Востоке, и оно будет, как бы, это то же самое, что Макао стало для Азии, и вот здесь будет тоже важным драйвером роста. Поэтому есть много проектов, которые заслуживают внимания, так или иначе. Очень много, вот мы как будто маловато для способов кармана, потому что получилось как-то, что я больше рекламирую Дубай. Значит, ну действительно тут есть, что клиенту предложить. И предложить с минимальными рисками. Но важно для зрителей, чтобы быть откровенным, честным, что все-таки вебинар это не продажа каких-то конкретных проектов, это беседа на тему. Да, риски есть везде. Это не сказка, это не так, что этот рынок, он, вы попали в рай. Есть разные способы, как можно действительно обмануться. Самый популярный, я сказал, просто заработать меньше, чем вам пообещали. Потому что вам продали проект, который просто красивые картинки и которые вот, ну что называется, очень хорошо замотивировали они брокеров. Что говорить, такое есть. И поэтому можно наколоться таким образом, можно наколоться и более серьезным образом. Такие тоже примеры есть. Но самое главное, вера в рынок тоже есть. И если вы работаете не обязательно со мной, с грамотным специалистом, у которого есть лицензия, который давно тут живет, давно понимает нюансы рынка, то в целом можно смело покупать. И регион, который вырос из пустыни в колоссальных размерах и роскоши мегаполис, он правда внушает доверие. Давайте сделаем так. Я еще на несколько минут, Константин, займу ваше внимание. Во-первых, я попрошу уже еще раз публиковать контакты в чате. Кому удобнее можно навести экран телефона на вот QR-код и записать контакты таким образом, Константин, а я хотел бы просто пару общих вопросов задать такими грубыми мазками. Пожалуйста, провокационные любые вопросы. Вот вы сказали Рассельхайма, есть Рассельхайма, есть Абудаби, есть Шаджа, есть Дубай, все-таки вот если такой совсем уж общий вопрос, все-таки Дубай или что-то другое? Хороший общий вопрос на самом деле. Мне нравится, Филипп, какие вопросы вы задаете, поэтому мне даже не хочется завершать, не хочется продавать. Давайте продолжим еще какое-то время. Сколько хватит терпения у зрителей? Я выбираю Дубай, потому что здесь больше движения, больше сейчас жизни. Российхайм прекрасно выбирает, выбрать можно под долгосрочную более долгосрочную инвестицию. То есть там будет, например, Альмарджан Айланд, вот где проект Росэдэя, о котором я говорил, там будет Аля Пайм Джумейра только в Эмирате Российхии. Вера в эту локацию абсолютная, но это скорее больше на долгосрок. Я вижу, что по-настоящему жизнь там закипит как раз к 28-му году, когда казино будет готово. Сроки заявлены на 27-й год, я так осторожно заявлены на 28-й. Даю запас. Поэтому можно выбирать там, если ваша цель это более долгосрочная инвестиция. Или вам не жить там через полтора-два года. Если хочется либо быстро перепродать, либо быстро сдать с хорошим именно ROI, или вам хочется быстро переехать в место, где вам будет максимально комфортно, где будет все под рукой, и развлекательная инфраструктура, и много возможностей по работе, это все-таки Дубай. Абу-Даби идеально подойдет для тех, кто культуре, к образованию, к большим возможностям именно в этой сфере спорт. Вот на чем концентрируется Абу-Даби как Эмират, это спорт, культура и образование. Именно там открываются крупнейшие филиалы, в том числе и Ейского университета, там открываются новые музеи, и там элитная недвижимость действительно, она будет также очень востребована для сдачи в аренду, ее имеет смысл покупать, и если вы рассматриваете для жизни, она больше подойдет для тех, у кого уже все хорошо, и хочется насладиться уже этой культурой, спокойствием, умиротворением, которое дает Абу-Даби. Дубай более такой движовый, для любителей активной жизни такой более может быть. Сугубо частный вопрос от одного из наших зрителей по поводу вашего прямого контакта, я попрошу просто одну наверное коллег из Just Prime Homes просто как-то отреагировать, и в моей власти давать прямой контакт, да, если это красивая девушка, то можно, конечно, незамужно. Только в этом, только в этом случае. Я просто. Мы тут инвесторов вообще-то тоже еще. Давайте просто уточните, пожалуйста, как бы как это правильно, корректно сделать. если что, может быть, потом. Она ответит там, да, уже. Пока еще последний пара вопросов, если я вам задумываю, время в чате как раз можно написать. Красивая девушка, да, ну видите, как здорово. И следующий вопрос. Вы говорили, Константин, и приводили сейчас пример. Объекты за 500, ну нам 450-500, приводили пример за 200. Если нарисовать такую кривую, а она в далеком прошлом математике очень интересна, да, вот минимальная цена объекта, максимальная цена объекта, и в каком-то месте есть максимальная доходность объекта. Можно ли провести такую кривую и найти ту оптимальную цену, соотношение цена-доходность? Это все-таки 700 тысяч долларов, и уже вот 700-800 тысяч долларов, это уже будет вот ближе к сегменту, который показывает максимальную доходность. Там прям все действительно очень хорошо. Мегапроекты, которые вот легко находят своего покупателя, и нету при этом вот этой какой-то сумасшедшей конкуренции, которую вот мы видим в районе есть, в районе GVC. Один клиент у меня иногда спрашивал, как вы относитесь к GVC? Я говорю, вы знаете, по-моему, вот именно этот район уже перегрет, потому что все больше и больше стартов там, именно очень много высоких домов, и просто уже трафик не справляется, уже пробки наблюдаются. Потому что в Дубае пробки – это достаточно редкая такая история, а там они уже есть, поэтому я говорю, GVC, вы знаете, перегрет. И там доступны по цене квартиры, как на более перспективных локациях, потому что там вот в этой локации уже основное все случилось, там ничего принципиально нового в ближайшее время не будет. А вот обратите внимание, например, на Дубайленд. На Дубайленд есть проекты прямо у будущей станции метро, которые сейчас дешевые, а то, что сейчас у метро, потому что метро не очень развито, не так, как в Москве, в Дубае. И в этом плане метро это даст солидный прирост стоимости. Кроме того, рядом Академь-сити, которые более 60 тысяч студентов уже сейчас там живут и обучаются. Поэтому много есть таких нюансов. И в целом вот по сегментам я бы сказал бы, что вот хорошо, когда, вот хорошо заходить, когда у вас есть бюджет 300 тысяч долларов. То есть вы можете уже зайти в сегмент как раз где-то 600-700. Потому что не стоит заходить на последний, ни в коем случае. Никогда никому не порекомендую в кабалу залезать. Для того, чтобы зайти грамотно с минимальными рисками перепродать, это так называемая торговля с плечом. Когда вы не имеете полной стоимости, то есть вы покупаете объект за 600 тысяч долларов, но имея на руках только 300. Вы можете заплатить за него только 20%, то есть вы можете заплатить за него только 120 тысяч долларов. Но я рекомендую иметь 300, заплатить, возможно, даже сразу, получить, возможно, какую-то скидку, попробуем поторговаться. И таким образом вы себя обезопасили, вы 2-3 года ничего не выплачиваете, до момента, например, сдачи квартиры. А перед сдачей мы эту квартиру перепродаем. И если действительно вы выбрали правильный объект, сегмент, а у меня неудач пока не было, дай бог, не будет, и тогда мы ее легко перепродаем перед сдачей и зарабатываем больше, чем на аренде. Потому что, например, то, что мы купили за 600, даже с учетом DLD, некоторые это любят не упоминать, я скажу, как есть. DLD – это сумма невозвратная, по сути, это пошлина 4%. И даже перепродавая, допустим, на, я считаю, и на 20, и на 30%, это такой осторожный прогноз. Мы видели примеры, когда и на 100% выросло за 2 года. Но если давать более осторожный прогноз 30%, то есть 25, там, 26 с учетом DLD, 26% за 2 года, 13% – это достаточно хорошая доходность. Это очень осторожный прогноз. Это если мы полную стоимость, за полную стоимость внесли и продали. Но если мы внесли только половину, у нас доходность умножается на 2. Вы понимаете? Это понятно. Потому что мы фактически внесенные средства у нас меньше в 2 раза. Поэтому можно заработать не 13%, а 26% годовых. И вот здесь, опять же, нужно соблюсти баланс. То есть человеку войти с небольшим чеком на квартиру, которую вот он сейчас может полностью оплатить, он заработает на ней, но не так много, как на более престижном сегменте. Ну и тогда еще один вопрос. На какой стадии в зависимости от аппетитов инвестора надо входить в сделку? Стоит ли реально гоняться за пресейлами, которые, судя по слухам, могут прям принести ну столько, что сейчас слов нет? вообще интересней выйти хорошо и все, быть даже не первым собственником, а найти что-то такое интересное? Прекрасный вопрос. Спасибо за него. Есть разный тип инвесторов. Есть даже такой тип инвесторов, которые гоняются за дистресс-дел. То есть вот они сидят на деньгах и они ищут пока вот прям каждый день брокер мониторит или они занимаются, ищут, когда вот кто-то продает у кого-то жизненное обстоятельство или еще что-то, он продает под оригинал прайс, например, по цене, по которой он покупал. Такие проекты тоже бывают, и это особый такой вид инвестирования, что называется, вот знаете, на особых таких вот поиски чего-то супер-вау, эксклюзивного, интересного. есть те, которые выбирают именно при лаунче и на пресейле действительно купить, чтобы успеть зайти в проект, который там выстроит потом. Есть те, которые покупают готовые проекты, чтобы их сразу начать сдавать. Для каждого инвестора у нас есть варианты, для каждого. Пожалуйста, если вы хотите так, мы вам предложим так, хотите так, предложим так. Что я предлагаю среднестатистическому человеку, который вот делает свою первую инвестицию в Объединенные Арабские Эмираты? То есть чтобы была возможность ремоути, чтобы была возможность легко оплатить, легко менеджерить, управлять этой инвестицией. Это все-таки офф-план, первичка. Это самый простой способ войти в проект, который действительно может дать очень солидный ROI, очень солидную доходность. Гнаться за какими-то стартами определенно гнаться не надо, за какими-то, потому что некоторые старты, они вот видно, вот действительно, уже перегреве цен. Вот уже, ну вот, недавно был старт компании, хорошая компания, ни одного слова плохого не могу сказать, но вот та цена, которая сейчас есть там на старте, я советую, не надо, например, заходить. Потому что 850 тысяч дирхам за студию для меня это многовато для GVC, есть варианты лучше. И за какими-то гнаться не надо, хотя там все разобрали в первый же день. В первый же день все разобрали, хотя я вот как бы и не погнался бы туда. А за какими-то прям надо гнаться, например, если речь идет о государственном застройщике, и у вас реально большой бюджет, и вы хотите вот войти в проект, вот как я говорю, рейтинг ААА, там надо гнаться. И проекты ИМАР, это нужно заранее выписать чек, и этот чек отдать, вот люди отдают эти чек на анонсе. Еще нету планировок, еще нету цен, они отдали этот чек, он, естественно, возвратный. И у меня были такие случаи, когда я отдаю чек за клиента, свой чек, и его, естественно, депонирует застройщик, и мы уже с внесенным чеком, депонированным, ожидаем старта продаж, ожидаем цен и ожидаем планировок. Но это потому, что ИМАР, ИМАР, он как бы это особый статус. Ну и тогда все-таки давайте еще один вопрос, уже закругляться будем. Вот он у меня сейчас возник по ходу. Вы сами несколько раз употребили, причем комплементарно весьма слово, сочетание государственных застройщиков. В чем плюсы и в чем минусы, в чем, ну как бы, потому что я абсолютно убежден, что для очень многих есть очень много известных брендов, которые вовсе не государственные, и ничего страшного в этом тоже нет. Конечно. Ну и в государственных очень мало, их по пальцам пересчитать, то есть это вот в основном это ИМАР и Альдар, чтобы не углубляться в детали. Это застройщик с госучастием, как корректно было бы назвать, не совсем государственный, с госучастием. То есть получается, что, например, у Альдара 51% их акций принадлежит Эмирату Абудаби. Абудаби – это столица и, соответственно, и самый богатый Эмират. И, конечно, надежность – это большое преимущество, но есть и недостатки, вы правильно говорите. Везде есть своя обратная сторона медаль. Медали две стороны. Это не гибкость в общении, это сложность поймать юнит, это сложность его оплатить, это те застройщики, которые, когда оплачиваешь им за квартиру, они просят KYC форм, то есть Know Your Client Form, это данные клиента, даже происхождение не источник денежных средств могут запросить. Это те, которые не принимают наличку, потому что подавляющее большинство принимает наличку. Это те застройщики, которые, например, могут выдвигать особые условия по перепродаже, что не знают брокеры. Это, кстати, способ обман. Давайте на секундочку вернемся. Это очень такой достаточно кейс, с которым я недавно столкнулся, и он не такой же редкий. То есть говорит клиенту человек, что вы потом перепродадите на стадии, когда вы 50% оплатили, вы перепродаете. Он может перепродать действительно на 50%, на 50% внесенных в деньгах, даже на 30%. Но новому покупателю рассрочка не переходит. То есть для нового покупателя только full cash. А на full cash найти сложнее клиента. Если человек, может, хочет рассрочку, он пойдет тогда к застрочку и не пойдет к нам. Он у нас должен заплатить сразу всю стоимость. И такие нюансы очень важно понимать. Это опять же к вопросу компетенции брокера, чтобы брокер знал, какие рассрочки переходят на нового покупателя, как осуществляется процесс перепродажи. И поэтому бывает вот эта какая-то негибкость застройщика с госучастием, так точнее, когда вот ну и такое отношение проявляется. Оно и в отношении такое, что ну вы покупаете или нет. У нас тут как бы вот солидная компания, мы тут всех вам рады, кофе, пожалуйста чай. Ну у нас тут очередь. Я говорю, чек вы будете вносить? Нет, мы хотим планировку посмотреть перед тем, как вносить чек. Извините, планировки нет, следующий. Это вот в этом это проявляется. Понятно. Ну, Константин, во-первых, спасибо вам огромное за беседу. Константин, спасибо вам. Субтитры предвижимости компании JustPrimeHomes. Контакты есть. В ближайшее время, но, видимо, уже на следующей неделе мы опубликуем материал. Кто не успел к началу или хочет пересмотреть видео, видео будет опубликовано чуть раньше или сегодня вечером или завтра уже в YouTube на канале. Плюс у нас будут отдельные публикации и в других соцсетях. Все вопросы, ну, многие, по крайней мере, вопросы обсудили, но мы, безусловно, еще сделаем несколько активностей, чтобы и контактов вы не потеряли, кто вдруг не успел их записать и можно было всю информацию подробно получить, потому что, понятное дело, что знания Константина и его опыт выходят во многом за рамки тех тем, которые мы успели обсудить. Константин, я хочу JustPrimeHomes, ваше последнее слово перед тем, как мы да, спасибо. Спасибо большое, это было очень интересно для меня, это большое удовольствие рассказать более подробно о нюансах и большое удовольствие рассказать так, как оно есть, без приказ. И, как я уже сказал, что, действительно, это рынок, тут нет сказки, тут никто, вот так вот, чтобы там 100% вы можете заработать, можете не заработать. Любая инвестиция, это всегда какие-то риски. И каждый для себя принимает решение, куда ему вкладываться. Я для себя решение принял обозначенное. Я на этом рынке работаю, я его хорошо знаю, я знаю, что купить, и я себе покупаю. Я доволен той доходностью, которую показываю для своих клиентов, для себя, и вы можете тоже для себя, с моей помощью, что-то для себя подобрать. Отлично. Спасибо огромное, Константин Козьмич, компания Jazz Prime Home, Объединенные Арабские Эмираты, Филипп Березин, Преан, Невижимость за рубежом. Спасибо, и до встречи. До встречи в Дубае. До свидания. До встречи в Дубае. До свидания. Счастливо.